Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как разделить жесткий диск на два раздела. И вторая часть будет, как сжать два раздела, или так сказать, два тома в один. Итак, начинаем. Это будет все проделано в системе Windows 7. Нажимаем меню пуск, панель управления, администрирование, управление компьютером, управление дисками. Расширим, давайте, чтобы лучше видно было. И, как видим, у меня здесь стоит три жестких диска. Один, два, три. Три жестких диска. Один из них – это системный, основной, и два локальных, дополнительных. Один жесткий диск без всяких разделов, без всего. И один жесткий диск, разбитый на три раздела. Вот. Один, два, три раздела. Системный диск C имеет общий объем 232 гигабайта. Здесь стоит только программное обеспечение 7. Хочу еще поставить и десятку. Другой раздел, или так сказать, другой том. Итак, приступаем. Правой клавишей мыши нажимаем на основной диск C. Жать том. Нажимаем. Сейчас идет определение, можно жать или нет. И мы видим вот такие здесь показатели. Общий объем диска 237. Мне необходимо на этом диске под Windows 10 оставить где-то около 100 гигабайт. Здесь разрешается 125 гигабайт поставить, но мне столько не надо. Поэтому я это все удаляю. И тут пишу по-своему. 102, 400. Теперь сжать. Идет сжатие этого диска. 100 гигабайт получился. Мне достаточно для Windows 10. Он не распределен. Его необходимо обозначить буквой или придать другое значение. Давайте мы обозначим его буквой еще. Создать простой том. Нажимаем «Создать простой том». Далее. Размер простого тома 102. Далее. Обозначение буквой. Давайте мы его обозначим буквой «Б». Далее. Готово. Все. Новый том обозначен буквой «Б». Чтобы не было путаницы, мы его и подпишем. Открываю проводник. Мой компьютер. И вот этот новосозданный диск. Вот он. 99,9 гигабайт. Правой клавишей мыши нажимаем. Переименовать. И пишем «Windows 10». 10. Окей. Все. Windows 10 подписано. А тут мы будем знать, что эта семерка стоит у нас. Закрываю это. Теперь второй вариант. Мне необходимо вот эти два раздела объединить. Или два тома. На этом диске раньше у меня находился системный диск. И поэтому система выделила 100 мегабайт, которые необходимы для запуска и работы системы. Мне теперь их необходимо объединить, чтобы эта 100 мегабайт нигде не висела. Я буду объединять с этим маленьким диском. С диском «И». На этом диске мне находится цена информации. Поэтому прежде чем их объединять, то придется удалить этот диск. И вся информация с этого диска будет у нас удалена. Поэтому я ранее все скопировал на другой диск. Свободный вот всю эту информацию. И сейчас все это когда удалится. И после объединения я назад всю информацию поставлю на полный этот диск. Вот давайте мы проверим. Видите, все идет белым. Никаких функций не предлагается при объединении этого диска. Поэтому необходимо сперва этот удалить. Том. Вот удалить. Нажимаю. Да. Идет удаление. Все. Удаление произошло. И теперь, как видим, все это объединено. Этих 100 мегабайт сразу же объединились в одно целое. Теперь мне необходимо создать простой том. Создаем. Запускаем мастер создания простого тома. Далее нажимаю. И здесь именую букву И, как и была и ранее. Далее. Далее. Готово. Сейчас происходит форматирование этого диска. Все. Диск этот исправен. Фактически отформатирован. И теперь всю цену информации, которая была у нас перенесена с этого диска на другой, мы назад сюда поставим. Теперь можно его так же само переименовать. Вот таким способом можно сжать один раздел в два раздела. Или, так сказать, в два тома. И так же два раздела можно соединить в один. До свидания.